Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. После выходных, но с уже насыщенным фундаментальным фоном, мы с вами, скажем так, снова заступаем на наши трейдерские трудовые будни. Друзья, у нас очень хорошее наследие именно с выходных. Оно приурочено к решению Федрезерва по снижению процентной ставки. Это уже с открытия текущей недели. Первой торговой сессии раскачала финансовые рынки. Мы видели открытие с ГЭПом большинства финансовых активов. Но снижение ставки, локальная реакция, давление на доллар, это поддержало рисковые инструменты. Но, я думаю, вы все посмотрели уже на динамику финансовых активов. Эти ГЭПы уже закрыты. Я попробую сегодня объяснить, друзья, как мы можем действовать дальше. Но, в любом случае, это моя точка зрения. Если у вас есть альтернативная позиция, буду вам признателен, если вы поделитесь ей в наших комментариях, в специальной секции под сегодняшним брифингом. Ну, давайте обо всем по порядку. Хочу сделать еще небольшое объявление. Друзья, сегодня, как и всегда, пройдет вебинар «Правильный понедельник». Он будет посвящен основным фундаментальным событиям. Мы попробуем традиционно разобрать с крупными мазками вообще фундаментальную ситуацию. Но сегодня вебинар пройдет не в 16.30 по московскому времени, а в 19.00. Я надеюсь, что это время будет более удобно для того, чтобы вы все-таки смогли так спланировать ваш день, чтобы поприсутствовать в прямом эфире и при необходимости задать мне также вопросы. Давайте начнем сегодня с рынка нефти, который остается рынком продавцов. Рынок в красной зоне, в красном секторе, потому что котировки по бренду сейчас 32.52. И я думаю, друзья, мы совершенно не ошибемся, если, допустим, что бренд может отправиться на тест поддержки 30 долларов за баррель уже в рамках этой недели. Как и обещал, кстати, друзья, мы записали, я записал ролик для вас по последствиям падения цен на нефть для российской экономики. Там была, скажем, секция и касательно перспектив и ожиданий по рублю. Этот ролик добавлен к нам на канал на YouTube, если вы еще с ним не познакомились, рекомендую это сделать. Ну и также призываю вас, друзья, к тому, чтобы поделиться своей точкой зрения. Считаете ли вы мои аргументы достаточными? Считаете ли вы мою позицию реалистичной в плане того, что так оно и будет? Либо вы все-таки категорически не согласны? Но в этом случае я, конечно же, жду от вас контраргументы. Что касается рынка нефти, почему я так уверен, что рынок будет снижаться? Потому что рынок нефти – это сразу двойственный фон, коллапс спроса и коллапс предложения. Почему коллапс спроса? Потому что инфекция, коронавирус, мы правильно сделали ранее, что сразу высмотрели в этом фоне значительную угрозу. Вирус не удается локализовать. До сих пор страны вынуждены прибегать к все более и более жестким мерам по его сдерживанию. Это сказывается на промышленном производстве, на товарообороте. Буквально все страны уже прибегли к максимально возможной изоляции. Я думаю, что в таком же тренде, скажем, будет развиваться ситуация и дальше. Количество заболевших, друзья, на сегодняшний день на текущий момент – 170 тысяч. Количество летальных исходов – 6 513. Разумеется, из-за снижения темпов роста мировой экономики, из-за падения спроса со стороны промышленных предприятий будет снижаться аппетит на сырьевые инструменты, ну и, соответственно, на нефтянку. Что касается, почему я отметил еще факт коллапса предложения, потому что у нас уже с некоторых пор не действует Содружество и Альянс финансового пакта, соответственно, страны с 1 апреля, уже фактически через 2 недели, Россия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты начнут активно наращивать производство. И, скажем так, профицит на нефти на мировом рынке может превысить 6 миллионов баррелей. Все бы ничего, если бы мировая экономика потребляла все это, друзья. Но на фоне того, как обстоят дела с коронавирусом, потребление, оно даже не останется на прежних уровнях, оно будет только оснижаться. Были надежды на то, что ситуация может исправиться, потому что 17 марта должна была пройти встреча технического комитета ОПЕК+, и надеялись, что Саудовская Аравия, Россия, приедут туда, сядут за стол переговоров и отменят прежнее решение увеличить нефтедобычу. Но Саудовская Аравия, как вы помните, в пятницу я говорил об этом, уже отказались от того, чтобы принимать участие в этой встрече. Россия, я думаю, что тоже не будет поддерживать и отстаивать идею того, что нужно даже продлевать соглашение, не говоря уже о том, чтобы еще больше снизить производство. Поэтому в целом какого-то смысла в этой встрече уже нету, и вроде бы как есть информация о том, что ее уже отменили. Несколько часов назад вышли данные по Китаю. Друзья, промышленное производство, готовьтесь к этим цифрам. Минус 13,5. Ройничные продажи минус 25. Это как раз уже статистика, которая отражает исключительно удручающее, катастрофическое воздействие на китайскую экономику. Китай, который является основным импортером углеводородов. Вот почему я настолько скептичен сейчас в отношении рынка нефти. Считаю, что у черного золота только одни перспективы, это двигаться вниз. Соответственно, как будет реагировать рубль, я думаю, что вы все не вчера родились и знаете то, что рынок нефти, он априори при снижении давит на курс рубля. Опять же, если вы хотите детально разобраться во всей этой ситуации, сейчас не будем терять времени, посмотрите ролик воздействия на российскую экономику того, в том числе, что произошло и на рынке нефти. Сейчас котировки 73,09, фактически очень скоро откроются торги. Я думаю, что мы в целом, друзья, можем ориентироваться на последовательное движение пары доллар-рубль в район 80. Доллар и иена 106,37. Сегодня волатильный день, потому что ФРС снизил процентную ставку до 0,25%. Мы ожидали, что ФРС будет действовать, особенно на фоне последних комментариев Трампа на прошлой неделе, который фактически призывал Федрезерву сбить ставку до около нулевых отметок уровней, которые характерны для других регуляторов, ну уж точно, стран большой семерки. Правда, мы ждали, что в рамках заседания Федрезерва 17-18 марта ставка будет снижена. Но вот ФРС на втором уже за последний месяц внеочередном заседании все-таки решил занять более проактивную позицию. Первая реакция, друзья, это снижение курса доллара оправданное, учитывая то, что ФРС еще и запустил фактически беспрецедентные объемы денежных обливаний и повышения ликвидности посредством еще и программ количественного смягчения. Но доллар довольно быстро восстановился. Это прекрасно заметно сейчас и уж точно можно увидеть в динамике индекса доллара. По паре доллар-иена 106.37 сейчас котировки. Друзья, я думаю, что несмотря на локальное восстановление американской валюты, в этом дуэте активов, это я сделал акцент специально на то, что именно в этой валютной паре все-таки инициатива на фоне распространения вируса и крайне пессимистичных прогнозов для мировой экономики будет принадлежать за, собственно, японской валютой. Потому что японская иена – это инструмент с более выраженными защитными свойствами. И мы это могли заметить еще в рамках последних недель, даже несмотря на разговоры о том, что Япония сейчас также очень сильно смягчит монетарную политику, все-таки иена держится. Поэтому по доллару и иене я рекомендуем держать короткие позиции, ориентироваться на то, что пара протестирует поддержку 100 иен за доллар. Что касается рисковых инструментов, то снижение ставки Федрезерва фактически до нулевой отметки сейчас в отношении евро, например, поднимает вопрос, будут ли еще вообще европейскую валюту использовать в ее прежнем статусе как валюты фондирования. Есть ли причины, по которым евро будет расти, тогда, когда ставки в районе нуля сейчас характерны, ну фактически для всех. По этой причине я считаю, что у евро из-за новых мер экономического стимулирования, из-за ожидания более выраженных и более значительных объемов программы количественного смягчения, из-за фактически нулевого экономического роста, который, скорее всего, перейдет и на отрицательную территорию, из-за рецессии основных регионов еврозоны, из-за того, что в целом еврозона уже не настолько привлекательный регион, чтобы использовать ситуацию с процентными ставками для керри трейда, я вообще не вижу, друзья, причин, почему европейскую валюту, к примеру, не ослабит. Поэтому я рекомендую все-таки присматриваться к коротким позициям и ждать то, что евро будет смещаться в район уровня 1.10 и ниже. В качестве сделки могу предложить селл-стоп с уровня 1.10.80. Будем следить за этой торговой позицией дальше. И впоследствии, в случае реализации сценария снижения, будем набирать эту короткую позицию. Если вы считаете, что евро может вырасти, то, пожалуйста, ваши доводы и аргументы в студию, думаю, будут очень интересны. Что касается фунта, здесь также, друзья, короткая позиция. Селл-стоп с уровня 1.23. Ждем теста поддержки 1.20. Доллар-канадец с локальным максимумом 1.39.93. Но на фоне комментариев Трюду о новых мерах экономического стимулирования и позиции Повоза, то, что смягчение политики будет более жестко, особенно после того, как ФРС снизил процентную ставку, тут уж, друзья, точно закрепление выше отметки 1.40. Австралиец. Ждем на уровне 0.60. Там точно пара будет. Что касается американского фондового рынка, то S&P сегодня снижается 2.566 пунктов. Цель, друзья, 2.000 пунктов – это апрельский минимум 2016 года. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.